И сколько за день можно таких наловить? Смотрите, в шортах, в футболках. Ну, я так понимаю, комфортно. Загорают, купаются, температура воздуха. У вас, говорит, красота, тепло, море, горы, зелень, мелень, да? И улетает. Вообще такая терапия хорошая. Мне все очень холодно, а Ирине комфортно, да? Ты здесь нормально себя ощущаешь? В витрину посмотрела с морепродуктами. Она такая мне показалась немножко жалко. И рыба такая заветранная лежит, да? Да, 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 такая рыба, одинокие креветочки. Здесь всегда люди, всегда все столики заняты. QR-коды никакие не бросят. О, какая красивая. Прям, знаете, у голода глаза блики. Глобия очень вкуснее, кстати, чем эта. Привет, сегодня 13 декабря, и мы находимся в Сочи. У нас тепло, солнечно, зелень. И мы идем на центральную набережную, чтобы показать вам какая там атмосфера. Где-то лежит снег, а у нас трава, пальмы, кипарисы. Люди сидят в кафе кушают. Все знают, как кафе у пальмы. Все так умиротворенно кушают. Да пахнет-то, как запах. Запах-то какой шикарный. Ирина, ребят, хотелось со всеми с вами поздороваться. Говорят, а то у меня как-то не получается. Как начинаем видео снимать, так и сразу у нас пошел сюжет. Рассказываем, показываем. Да, я просто всегда за кадром. А, на закадре. Да, я вот хочу с вами тоже поздороваться. С наступающим Новым годом. Надеюсь, у вас будет новогоднее настроение. А у нас такое морское новогоднее настроение. Ну, еще подожди до Нового года. Это еще середина декабря только. Так уже надо готовиться. Надо уже подарки, уже закупать. Короче, всем привет. Да, в общем, передаем вам такую приятную атмосферу. Совсем не зимнюю. Скорее такую осеннюю-весеннюю, что ли, да? Когда люди загорают, купаются, температура воздуха в районе, мне кажется, где-то в районе 17 градусов сейчас. То есть не теплее. А может быть 16. Но завтра вот обещают нам 17-18. Посмотрим. Но на солнышке, конечно, кажется тепло. Если бы солнышко сейчас в тень зайти, там будет, наверное, градусов 15, не больше. Но завтра будет определенно точно теплее. Я уже посмотрел прогноз. Там запутано так, да, вообще конкретно. Ну, это ты, да. А так люди вон босиком ходят. И ничего, в шортиках, в футболочках. Мы сегодня проезжали, смотрим, а приезжие все в шортиках, в футболочках, в кроссовочках. О, люди идут вообще по летним. Вы смотрите, в шортах, в футболках. Ну, я так понимаю, комфортно, тепло для них. Наверное, вообще прям с крайнего севера. А вот очень похоже, что уже после шторма здесь появилась такая миниатюрная детская площадка. Может быть и раньше была, но раньше я ее не замечал. Ну, как вы видите, никаких последствий шторма не ощущается в Сочи. Прошло уже дней 10, наверное, да? В комментариях вы пишите. Ну, некоторые люди пишут. Я не говорю, что конкретно вы. Некоторые пишут, злорастуют. Так и надо этим сочинцам за то, что они там три шкуры дерут за аренду и все такое. Хочу огорчить тех, кто желает, значит, неприятности местным. Хочу сказать, что все последствия штормов, они уже на следующий день, ну, край, там, через два дня уже. И не видно на пляже, что какие-то были последствия. Ну, и никого не смывает. Естественно, на берегу могут там какие-то шезлонги смыть, какие-то деревянные конструкции, бунгало, да? Ну, не более того, то есть все остальное остается целое. И максимум какие-то камушки могут вылететь вот сюда вот на набережную. Ну, может быть, разбить какое-то стекло или витрину. Ну, все, это вот вся катастрофа от таких масштабных штормов. А водичка-то холодненькая. Даже не могу сказать, сколько градусов вода. Ну, градусов, наверное, 14. Освежились и сейчас пойдут дальше разогреваться, наверное. Вот здесь бани поставили. То есть они парятся вот в этих баньках. На Мамайке, кстати, тоже такую же одну вставили. Как-то я не знаю, сейчас она работает или нет на пляже Куба. И вот вы напарились и пошли в море. Ну, это кайфово, да. Слушай, ну, они с детьми купаются, мне кажется, ради фотографий. Вот одна из них пришла сфотографировать, а они с бани вышли, да? Ну, в принципе, не так холодно, чтобы как-то что-то комментировать нормально. Вот парень сейчас шел босиком, говорит, у нас в Башкирии уже зима, холодно, снег лежит. А у вас, говорит, я поэтому босиком, и мне не холодно. У вас, говорит, красота, тепло, море, горы, зелень, мелень, да? Люди сидят на лавочке, какие-то кустики там поставили в кумбочках, отдыхают, да. В этом году вообще хорошо, да, сделали. Обещают у нас город Рай. Будет вообще такая зона прибрежная огромная с выносом далеко в море. А тут что-то пальмы понастроят, песчаные пляжи. Ну, что-то там очень глобальное, невероятное, да. Мне кажется, что в первую очередь надо сделать сюда транспортную инфраструктуру. Туннели, дороги, а уже потом здесь что-то с набережной делать. Но, это, да, изменение облика набережной города, это огромные миллиарды вложений. Я не думаю, что это в ближайшей перспективе произойдет. Потому что в первую очередь надо сделать Сочи доступным для автомобилей, для железнодорожного транспорта, чтобы не было вот этих оползней, пробок и прочего. То есть надо сделать хорошие дороги. А вот по поводу того, как к животным относятся, выносят им еду. С кафешек рядом. Там и плов, и куски мяса кто-то не доел. Так что собачки тут пируют, да. По ним не видно, чтобы у них тут ребра торчали. Такие собачки нормальные. Во время шторма я подходил сюда с вами в прошлом видео. Показывал, как волны били в это место, где находится вот эта кабинка для маломобильных граждан. Хотя она не работает, кнопки вызова персонала нету, и она отключена. Ну вот волны были прямо здесь. Разбивали какие-то дощечки здесь, которые на стилы. Сейчас здесь тихо, спокойно, солнечно. Люди отдыхают. Вот эти штуки платные. Просто люди, видимо, платят за аренду этих сидений, мешочков, как их правильно назвать. И вот так вот загорают на солнышке. Если не хочешь платить, есть вот такие лавочки бесплатные. Можешь прийти. Я думаю, что бесплатные. Мы должны у нас за эти лавочки деньги брать. Беседки с диванами, с подушками. Я вижу, они новые, такие прям незатасканные. И сбоку закрытые от ветра. То есть, мало того, что от солнца еще шторы, еще и пластиковые такие шторы от ветра. Вообще кайф. Ну, за ваши деньги все, пожалуйста, платите. Так не было же такого, когда мы приехали сюда 8 лет назад. Тут такие пляжи были. Слушай, на соседнем пляже такие бунгало, вот эти ракушки сдавались по 5 тысяч рублей за день. Но это не дешевое удовольствие. А видишь, эти тоже простаивают. То есть, мне кажется, если бы у них была бы какая-то демократичная цена, то люди бы брали бы их в аренду и сидели бы не на лавочках, а вот там бы развалились. Мне кажется, просто у них цена там тоже приличная. Сейчас солнышко припекает, и действительно очень тепло, что хочется вот именно посидеть в футболочке, позагорать. Вон, девчонка, смотрите, в серой кофте. Она прям спит на этих мешках. Я бы тоже с удовольствием поспала, если бы не София. Мы постоянно ходим, смотрим, как другие отдыхают. Вы нам тоже особо не завидуете. Мы, когда ходим, снимаем, да еще с детьми, у нас не получается никогда в этих ракушках полежать. Не то, что из-за того, что у нас жаба душит. Да, может быть, мы и заплатили бы там и там, и там, и там. И в кафе, и в рестораны пошли бы в разные... Ну, не получается с детьми, да. Вот когда получалось, когда мы ездили там в Испанию, там, в Турцию, да. Ну, ничего, сейчас чуть-чуть постарше она будет. Будем ходить, показывать, пробовать. Тогда морюшко спокойное. Посмотрите, какие волны накатываются. Такая пенка легкая. Там вот будут купаться опять эти банщики пошли. Ну, просто сам вот этот бриз такой. И вот так лежишь, наверное, на берегу моря и засыпаешь. Все проблемы с головой ветром и волнами тоже, и улетают. Вообще такая терапия хорошая. Да, я прям сама себя успокаиваю. Сам себе психотерапевт. Кстати, мы приехали сюда на море. Немножко с негативным таким тоном. Сложная ситуация в школе произошла, поэтому мы обращались, соответственно, к завучу, к директору. Будем наблюдать. Если это продолжится, то мы, конечно, и расскажем о том, с чем мы столкнулись. Да, Ирина говорит, что мы столкнулись с буллингом. Это так и есть. Ну, вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сталкивались в своей жизни с буллингом, с вашими детьми в школе. Кто не знает, буллинг – это травля. Это не буллинг. Не буллинг, а буллинг. Да, это травля. Как вы это преодолели? Закрыли глаза на это или же вы как-то боролись с этим? У нас эта ситуация несколько раз повторялась. Приехали в школу, в устной форме поговорили. Нам показалось, что мы все донесли, всю информацию, и после этого разговора данные события прекратятся. Но, как оказалось, на следующий день опять произошла история неприятная. В результате, да, мы сегодня опять ездили в школу. Немножко такое негативное было настроение. Не то, что негативное, но не скажу, что позитивное. Да, вот мы и решили приехать на море. А море, ребята, оно все проблемы. Вот мы сейчас походили с вами, поделились погодой, всем-всем-всем этой атмосферой. И в результате у нас настроение, мы ничего плохого уже не помним. У нас только все позитивное сейчас в таком ключе. Поэтому люди здесь тоже все отдыхают. Люди отдыхают, тут трансляции идут. Если вас немножко будет смущать шум моря, это такой приятный, можно сказать, бонус в данном случае будет. Да, к сожалению, от шума моря я не смогу полностью избавиться. Но сегодня ветра нету сильного, какого-то таких порывов. Легкий-легкий, есть такой бриз, теплый. Поэтому я не думаю, что на микрофоне это будет как-то отражаться. Сегодня мы снимаем с комментариями на разные камеры. Альфа 6600 Sony и Ирина еще использует DJI Osmo Pocket первую версию. Она со стабилизатором, поэтому у нее тоже какие-то вставки будут с ее камерой. Все это в 4К снимаем. Надеюсь, будет картинка для вас приятная. О, боже. Да ты ж красота какая. Ой. Модная красота, главное. Модные какие. Модные какие. Это что? Кефалька маленькая, да? Они чаще такого размера или даже крупные попадаются? Крупные бывают другого года. А, то есть сейчас не сезон для крупных, да? И сколько за день можно таких наловить? Штук 10 будет? Зависит от времени. Какая наживка. Ковят по 5 кг. По 5 кг даже, да? Ну это, наверное, только хороший день. Не приугадаешь ход рыбы, когда она идет. Поэтому по-разному. Можно и 5 кг поймать, а можно ничего не поймать. Сколько хожу, ну бывает там, наверное, какой-то ход рыбы, когда засыпана рыбаками вся набережная, все буны. Я не видел, чтобы прям огромные пакеты с рыбой были. Ну, наверное, думаю, что там 10-20 штучек, вот они приходят, там 4-5 часов сидят. Такое количество они вылавливают. Рыбки сама, вы видели, размеров небольших, но скорее это больше удовольствия, чем нежели, ну, какой-то добыча пропитания, да? Ну, можно, конечно, так вот перекусить, что-то пожарить, но это количество совершенно небольшое и рыба мелкая. Ну, а мы с вами вышли на набережную, идем в сторону. Начало пляжа Маяк. Черноморская форель, у них есть Средиземноморская Дорадо, 450 грамм, а 450 рублей за 100 грамм. Цены везде за 100 грамм, не за блюдо. Поэтому, если, вот здесь уже паста с морепродуктами, 870 рублей, 390 грамм. Если я девушка ела, он там морепродуктов баллокот наплакал. Да, мало. А вот такая тарелка у нее была, что там, вот она, специалисты, морепродукты. Ризотто с морепродуктами, 870 рублей, 370 грамм. Ну, практически 11 долларов, 370 грамм. 11 евро, я хотел сказать. Красивый какой. Осьминог с картофелем. Опять же, Средиземноморский осьминог, наверное. 1150 за 200 грамм. А я бы вот стейк бы съел. Что-то смотрим на эти картинки и прям кушать захотелось. Картинки красивые, да. 580 рублей стоит такой бутерброд с осьминогом. А почему он стоит 580 рублей за 170 грамм? Потому что это не бутерброд, а брускетта. А брускетта не может стоить дешево. Поджаренный сухарик с лососем и авокадо. 550 рублей 170 грамм. Ну, такие цены, ребята, на курорте. А еще есть рост бюс за 460 рублей за 170 грамм. Выглядит вполне аппетитно. Короче, приедем через год, с этим вырастим. Картинки красивые. На самом деле, как здесь мы не можем пока вам показать. Не сможем мы остаться с Софией. Но в следующий раз посетим это заведение. Обязательно с кем-то идти. Попробуем. Ирина, меня хочется с кем-то отправить. Если есть ребят, желающие, кто нас смотрит, кто хочет продегустировать кухню Сочи, давайте, пожалуйста, обращайтесь там в комментариях. Договоримся, пойдем вместе попробуем. У Ирины нет возможности, но она меня отпускает. Видите, какая жена у меня? Отпускает. С мужчинами только. Только с мужчинами? Да. Нет, ну подожди, не обязательно. Может быть, семейная пара будет? Семейная пара, ладно. Да, все, договорились. А если девушка, ну такая вот... Ну ладно, ладно, хорошо. Время захочет, что-то стало. Как бы вы не любили зимний и теплый Сочи, я бы перебрался туда, где еще теплее. Мне в Сочи холодно. А Ирине комфортно, да? Ты здесь нормально себя ощущаешь? Ну, нормально. Вот ей как бы и не хочется по климату что-то такое более теплое. Мне вот каких-то 5 градусов не хватает, чтобы бананы вызревали. Так что что там у нас написано-то? Мы сделаем вам тепло. Хочу, чтобы не тепло сделали. Нет, но вряд ли кто мне его сделает, поэтому придется делать самому его. У нас, кстати, даже дома плюс 25, и мы постоянно раздетые по дому ходим, потому что любим тепло, да? Это дома. Дома, да, мы такие теплолюбивые. Мы привыкли, наверное, то, что мы на северах жили, и там нас топили, и эти котельные, ну, отапливали многоквартирные дома, и в домах жарище стояло. И мы к такой температуре привыкли, да, к 25 градусу. Так, фрукты, ягоды. Местная только фейхуа, мандарины, и маленькие апельсинчики, да, в основном. Пляж как раз кафе Дель Март тут обслуживают. Здесь вот эти ракушки были недешевые. Обслуживание такое приятно. Надо спросить, да, сколько стоит. Подскажите, а если у вас присесть здесь на какую-то сумму, нужно депозит носить, да, или как? Да, у нас минимальная сумочка 3 тысячи. Минимальная сумочка 3 тысячи. Летом, по-моему, 5 было, а сейчас 3 тысячи, да? Да, все верно. На 6 персон, да? То есть вот эта ракушка и плюс сиденья вот эти дополнительные. Да, где-то терраса, второй этаж. У нас недавно открылась комната. А еще сверху, да? Да, там очень красиво. Ирина говорит, ты сейчас хочешь пойти? Я говорю, можно и сейчас. А как ты туда с коляской пойдешь по этой рейсии? А там еще музыка играет. И мы такие сразу представляем картину, как София сидит первые 15, там 10 минут, пока мы ожидаем. Да, минут скорее такой посижу. Дальше, я побегу, побегу и буду кричать. Ты знаешь, я вот эту витрину посмотрела с морепродуктами. Она такая мне показалась немножко жалкая по сравнению с Испанией. И рыба такая заветранная лежит, да? Да, да, такая рыба такая, одинокие креветочки. Вроде объективно рыбы этой нету, ее все привозят, опять же, издалека. Ее так скромненько положили. Хотя могли бы кефали вот разложить, да? Там кефали же не было, местной рыбы. Почему-то местной нету. Тут Черноморская, это Камбала, Камбала большая. Дорада тут лежит заветренная, которая у нас в Сочи не водится. Да тут все лежит заветренное и такое, такое. Короче, такая жалкая витрина, а цена здесь такая недешевая. Порой хочется пойти где-то вкусно покушать, но ты знаешь, что ты заплатишь хорошо, но не факт, что это будет вкусно. И поэтому тут надо четко знать, куда идти. Да, такой маленький кусочек роскоши, роскошного пляжа. 3000 стоит ракушка, то есть вы платите депозит. И до шести человек, ну, шесть там, наверное, много, но вполне комфортно там втроем, вчетвером. Ну, вдвоем вообще идеально. Ты что, вдвоем? Вдвоем, да. Вот люди по двое сидят. По двое, но она говорит, шесть, можете сесть там битком набиться в нее. И целый день она ваша. Такая довольная, да, все, наконец-то. Наконец-то меня выпустили, выпустили. Выпустили, Кракена выпустили. Вот такая вот маленькая, приятная детская площадка у нас на набережной. А как ваш зовут? Кира. Кира и Сахия. А Кира тоже такая, как Сахия, в смысле, такая сознательная. На них смотришь, разговариваешь, они как будто все понимают. Да-да-да, еще отвечают. Да-да, точно-точно отвечают. О, я вливание, короче, ремонт. Молодец, держишься, да, Сахия. Папа у нас в первый раз самостоятельно гуляет с дочкой. И тут прям в таком шоке, что она может с этой качели упасть. Как кош он стоит, прям бдит, молодец какой. Обычно я гуляю и хожу по всем раздекаловкам. Это прям рядышком, рядышком. Вообще все родители встали вокруг этой колосели и ходят по кругу. Папа что-то у нас думает. Сидит и сидит, ничего страшного, не упадет. Смотрите, все вокруг ходят, каждый за своим ребенком. Так интересно. А раньше помните, как мы гуляли? Где-то кто-то упал, что-то там разбил нос. Никто ничего не обращает внимания. Вот так притерли по дорожникам и нормально зажило. А сейчас видите, какие мы стали все активные родители. То ли век изменился, не знаю, что изменилось, но люди как-то стали более трепетно относиться к малым малышам. Может, столько опасности стало, я не знаю, там, всяких соблазнов. И прям с детьми до 4 лет трясутся, можно сказать, жбах таскают. На что обратила внимание? На то, что здесь часто ходят с колясками, и детки там довольно-таки большие. Например, ребенок 4 года, может, 5 лет. Они в коляске сидят. Я сначала думала, почему так странно? А здесь, я поняла, здесь нет снега. И поэтому здесь детей в колясках катают до последнего, прям реально до последнего. Чуть ли не прям до самой школьной скамьи. Ну, вот только в случае я такое заметила. Ух ты, папочка, как он там пуляет. Ой, ты моя девочка. Что, Софиечка, тебе хорошо, зайка? Хочешь еще покатать у тебя? Я дублирую, я озвучиваю. А ты хочешь на другую качель-то? Ну, пойдем, я тебя отведу на другую качельку. Боже мой, вот она будет с папой веревки видеть. Ой, каким удовольствием-то едят. Представляете, какая вкуснятина. Ой, мой, мой, сейчас я еду то же самое буду кушать. Вот так вот. Вот так вот. Здесь всегда люди, всегда все столики заняты. Ну, реально вкусно. Ну, и можно на вынос, видите, взять. Мне вот с ребенком самое то, что надо. И, кстати, здесь QR-коды никакие не просят, ребята. Если вы поклонник мидий, то вам сюда прям. 186. Красота. Картошка в подарок, да? Да, 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 очень вкусно. Нравится, вы ели? Да, да, да. Ну, вообще на набережную ходить голодным нельзя. Ой, какая прелесть. Это какая-то вот румяница-булочка, посыпанная сахаром. До чего смотрится аппетитно. Ну, я уже столько еды набрала, что это будет лишнее. Но в следующий раз обязательно надо дегустировать. Ой, красота какая. Так, вернулись мы в кафе у Пальмы, откуда и начали свой маршрут. Ирина заказала что-то тут поесть. Я еще не смотрел. Сейчас, в общем, покажем, сколько что стоит и что мы заказали. И уже вечереет. 12 минут пятого. Вот у нас такая вот погода. Только завтра будет потеплее. Так, это все, что какие-то горшочки, Ирина Дзила. Я думал, ты хачапури мне в желаток. Сейчас будете. Хачапури. Да ты что? Я много чего. Набрала, да? Нельзя ходить голодным по этим заведениям. Наберешь и еще не съешь. Вот такая вот шикарная пальма. Не, ну мы-то все съедим, да. Мы такие саранча, что мы все съедаем. Потом будем за животы хвататься, но все съедим, да. Такой вот конфе у пальмы находится, ну вы все, наверное, прекрасно знаете, на набережной посередине. Если чуть дальше пройти, там это Чешеская пивоварня будет. Это сюда шло. Это я брала такой вот мидии. Ну я люблю это делать. Ты мидии взяла, да? Да. Глебушек чесночный, наверное? Да. Здесь у нас это лобби. Ченахи с говядиной. Это с картошкой. У нас такая штука. Смотрите, какая тянучка. У нас сейчас будет люляшка. Вот за этого все, кроме мидии, я заплатила 1900. А вот мидии... 1900 это кроме мидии еще? Мидии 500 рублей. Достался, да? А у нее... Родители шикуете, да? А, смесь есть, да? Угу. Хорошо. Такой вот ужин и вот такой шикарный закат. Ну и что, как мидии? Если будете брать, берите в чесночном соусе. Они вкуснее, чем в томатном. И прям обалденные. Вкусно, да? Ну-ка, раскрою еще. Ням-ням. Ой. Какая красивая. Прям, знаете, у голода глаза велики. Дима, ты завидуешь мне, что я ем, да? Еще я имбирный чай сделала. Тоже на тебя смотреть. Приятно так, когда человек кушается, пить и там вкусную какую-то еду. Прям, я бы сказала, хомячен. И, кстати, ребят, никаких QR-кодов в Сочи. Даже в один магазин я раньше заходил, там как только эти QR-коды ввели, там проверяли. На второй раз я туда приехал, уже не спрашивали. Так что в Сочи свободно от ограничений. С одной стороны комфортно, с другой стороны мы не знаем, какая ситуация на самом деле происходит по этому ковиду. Ну, есть QR-коды, но здесь нет, потому что здесь, наверное, кухня на улице. Остывает, но в сторону вкусно, да? Ну, в Туриндеска вкусно. Ну, вкусно из-за соуса сливочного, если честно. Если бы не было сливочного соуса, то, мне кажется, не особо ты там прям впечатлен. Да. А в сливочном соусе, мне кажется, все будет вкусно. Я даже пустая, а я соус съем. Вкусный соус, соус, я не знаю, как они его делают, он реально вкусный. Все это 2400, да? Для Сочи это для соуса. Ну да, для Сочи это нормально. Это городный город. Кстати, в этом Ченахе мы брали еще год назад очень много мяса. Да, сейчас не знаю. Много специй. Кавказская. Это, кстати, похоже на немножко по вкусу, на колбасу турецкую, да, там называют. Ну, которую жарят, которую не едят сырую. А я не помню. Мне кажется, немножко много специй, но нормально. Национальная кухня. Да, 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 ну вкусно, вкусно, в любом случае вкусно. Это надо вот есть с этой качапуре. О, тебя мою красоту принесли. Ой, куда ты? Да, аромирочек делай. Так, это что? Лобио. Лобио. А соль. Мужчины были кавказцы, стояли, сказали, очень вкусно, берите прям, очень вкусно. Так, вроде, не пожалеете. И качапуре. Вот лобио очень вкусно, вкуснее, кстати, чем это. Да, национальная кухня, так что вам рекомендуем. Да, они разные блюда, это же не мясное. Нет, это овощное. Ну, лобио очень вкусно. Может, ты просто голодный? Нет, ну мне нравится. Ну, слава богу. У меня еще вот тут такая люля говяжья лежит. Ну, а чапуре надо брать сыром. Сыр, картошка здесь. Сыра мало, картошки много. Надо сыром брать, тогда будет вкусно. Ну, в любом случае, все вкусно. Короче, ты рекомендуешь, да, кафе у пальмы? Да, да, здесь всегда вкусно. И вид потрясающий, посмотрите. И вот с таким закатом мы ужинаем, да? Просто бомба. Хачапури, смотрите, что им. Ирина купила зачем-то картошку фри, но... Голодная была. Хачапури с сыром, с картошкой. И еще ем с картошкой. Съел я этот чанахи. Ну, вот надо салатом. То есть, а лобби, ну реально... Картошка фри здесь, конечно, лишняя. А лобби вкусная. Лобби... Ну, здесь практически все вкусное. Так что, кто будет кафе у пальмы... Почему-то надпись, да, убрали, да? Раньше, по-моему, была вот здесь вывеска у пальмы. Ну, оно и так понятно, вот. Огромная пальма. И классный, настоящий. Не какая там картина, да? А прям ты сидишь и смотришь на море. Кайфуешь. Ой, ты прям со золотая в цвете солнца. Ребята, хорошее место. В принципе, относительно недорогое. Поэтому рекомендуем. Рекомендацион. Приятного аппетита всем, кто кушает тоже, да? Может, нас вечер, кто будет смотреть. Все, солнышко спряталось. Интересно, на заказе все яхты стоят, а носность заказывает. А сейчас все поплыли по среднему. Красивый был закат, да? Желтый, желтый, желтый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...